МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. В посёлке Новгородское ранен местный житель. Пуля попала 78-летнему мужчине в руку. В момент обстрела пенсионер находился во дворе. Сейчас он в больнице, сообщает областная полиция. Есть пострадавшие среди армейцев. В минувшие сутки на передовой ранены двое бойцов. По данным штаба АТО, режим тишины на Донбассе нарушался 50 раз. По украинским позициям били из миномётов, гранатомётов и вооружения БМП. Под огнём в Луганской области Попасная и Новоалександровка. В Донецкой Майорск, Невельская и Шахта-Бутовка. Донецкая фильтровальная станция остановилась без питьевой воды, Авдеевка и часть Донецка. Всё потому, что сотрудники предприятия не готовы работать под обстрелами. Пока жители будут получать воду по графику из резервного хранилища, его запасов хватит на четверо суток, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Донецкой области. Если вода закончится, обещают подвозить её автоцистернами. Жёлтый сигнал светофора в Украине предлагают отменить. Инициативу озвучили в Министерстве инфраструктуры. По мнению чиновников, именно жёлтый свет – причина многих аварий на дорогах страны. Что об этом думают водители, полицейские и автоинструкторы, интересовался Алексей Куделя. Отменить жёлтый сигнал светофоров инициирует замминистра инфраструктуры Александр Лавренюк. Проанализовавши останні резонансные ДТП, всі вони повязані с проездом на жёлтый сигнал светофору. Деякі водії не хочуть розуміти. И трактуют это так, что одному ещё можно, або іншому уже можно. И потом гинуть люди. У краматорских водителей единого мнения на этот счёт нет. Виктор работает шофёром более 40 лет и считает, что красного и зелёного сигналов на перекрёстках вполне достаточно. Его давно надо отменить. Почему? Да потому что на жёлтый летят. Вот сегодня чуть не ударили здесь. Будут повнимательнее, когда жёлтый отменят. Более молодые водители за жёлтый. Я считаю, не стоит его отменять. Потому что все привыкли, что жёлтый знак светофора – это предупреждающий знак. Без него как-то будет неразбериха на дороге. Проезд перекрёстка на жёлтый свет запрещен, подчёркивают автоинструкторы. Он разрешает только завершить манёвр, но не начинать его. Я категорически запрещаю ученикам проезжать на жёлтый сигнал светофора. И мотивирую их на то, чтобы они понимали, что жёлтый сигнал – это запрещающий. После 30 секунд, после 20 секунд загорится опять зелёный. Он не последний, этот зелёный. В комбинации жёлтого сигнала светофора три – мигающий – это аварийный режим работы. Жёлтый с красным категорически запрещает движение и сигнализирует, что скоро будет зелёный. Перед красным сигналом всегда горит одиночный жёлтый. Полицейский против его отмены. Жёлтый, который после зелёного, ни в коем случае нельзя его убирать. Резко включился красный. Это может повлечь неадекватные действия, резкую остановку, сзади кто-то не успел. То есть это будет создавать аварийно опасные ситуации. Быстро жёлтый сигнал светофора не отменят. Впереди ещё много дискуссий и согласований. К консенсусу должны прийти полиция, служба безопасности на транспорте, Украфтодор и другие профильные ведомства. Алексей Куделя, Игорь Монастырёв, телеканал «Донбасс». Массовый мор рыбы. В реке Кривой Торец всплывает малёк и взрослые особи. Сегодня акватория под пристальным наблюдением экологов и рыбнадзора. Что послужило причиной гибели рыбы и можно ли её теперь покупать? На рынках выясняла Мария Сергеева. Специалисты лаборатории берут пробы воды. Будут проводить бактериологические и химические анализы. Накануне в реке Кривой Торец всплыла рыба. Рыбы было очень много. Большие и карапа, и караси, и толстолобики прямо на берег выпрыгивали. Дох выходил, вчера собирал, вытаскивал. Виталий считает, причина – загрязнение воды. Рак выходил. Вчера очень много рака было под берегом. Это первый признак о том, что какой-то химический состав кинули в речку. Несмотря на это, берег усеян жаждущими лёгкого улова. Не боитесь, что она отравленная? Нет. Кошки собирают? Вода чистая, вонии нет. Такой каждый год. Где-то электриклопонбук прорывает, где-то ствол прорывает, и постоянно такая ерунда. На берегу дежурят сотрудники рыбного хозяйства. Борются с браконьерами и следят, чтобы рыбу не вывозили на продажу. Уже составили два протокола. Более шлюзов были вывлени и вылучены забороненные снаряды лову у граждан, и воздействованы законы вылов водных биоресурсов. Под час затримания встыг поймать 16 штук судак, загальной вагой 2 кг, и сазан, загальной вагой 30 кг в 3 штуки. На местном рынке рыбные прилавки сегодня пустые. Покупать речную рыбу без документов, подтверждающих ее качество, экологи не рекомендуют. Результаты экспертизы воды еще не готовы. Пробы исследуют на показатели органического загрязнения. Очень низкий в реке был растворенный кислород. То есть тот кислород, который находится в реке, которым дышит рыба в том числе, его в реке просто, ну, ей дышать было нечем, поэтому она всплыла. Может и органическое загрязнение, может что-то другое. Результаты анализа воды из кривого торца экологи обещают обнародовать через неделю. Мария Сергеева, Максим Кривошенко, Телеканал Донбасс. В миграционной службе Покровска ввели электронную очередь. Сотрудники уверены, это поможет избежать столпотворения и ажиотажа при оформлении документов. Чтобы получить загранпаспорт или ID-карту, теперь не нужно толкаться в фойе. Как работает новое введение, видели наши корреспонденты. Номер 32 до кабинета Один. На прием к специалисту в миграционной службе Покровска теперь приглашают при помощи голосового оповещения. Никита оформляет ID-карту. Процедура заняла считанные минуты. Ну, быстро, довольно минуту, может 15. Благодаря внедрению электронной очереди поток людей снизился, говорят сотрудники. Нет столпотворений. Клиенты приходят по предварительной записи в назначенное время. Электронную очередь занимают на сайте ведомства или при помощи терминала, установленного в помещении миграционной службы. Нажимаю вперед, выбираю дату. Убивается данный человек, выбирается день, выбирается время, записывается. Подтверждением регистрации в электронной очереди является талончик, который выдают в день посещения специалиста. Анна его уже получила. Талончик. Вот мой номер, время на которое записано. На оформление загранпаспорта девушка выбрала удобное для себя время. Приходишь на свое время, тебе не нужно ссориться с бабушками. Это большой плюс. В принципе, комфортно, что он записался. Ты можешь распределить свое время в течение дня. Пока услуга работает в тестовом режиме. За неделю сбоев в системе не было, уверяют сотрудники. Елена Успенская, Владимир Краснов, Телеканал Донбасс. Полицейские задержали квартирного вора, который на протяжении нескольких лет промышлял в столичных многоэтажках. Не брезговал ничем. От драгоценностей и велосипедов до одежды. Задержать грабителя удалось благодаря консьержу. Но всегда ли консьерж в возрасте гарантирует безопасность? Наши корреспонденты провели эксперимент. Что выяснили, смотрите. Нина работает консьержем пять лет. Уверяет, незнакомца в дом не пускает ни при каких обстоятельствах. А когда-то даже самостоятельно задержала вора, который украл велосипед. Выносили детский велосипед, бежала. Ну, за ними это ночью было. Но все ли консьержи добросовестно отрабатывают зарплату и гарантируют безопасность в доме? Они только берут деньги и больше ничего. Конечно, помогают. Спрашивают, кому вы. А так кто-то вот пройдет, не посмотрит, а за ним еще три человека пройдет. Под видом консьержа пытаясь попасть в дом. И сразу успешно. Здравствуйте. Скажите, в 61-ю доставка пиццы? Я не знаю. Можно проходить? Да, пожалуйста, 13 этажа. Спрашиваю, почему меня пустили без проверок. Я вам не буду вековедовать. Но у папы... Беспрепятственно захожу и в другую многоэтажку. Бдительности ноль. Я доставка пиццы. В 61-ю. Второй корпус? Ну, да, мне сказали вот сюда. И на 5-й. 9-й? А куда пройти на лифт? Сюда? Спасибо. Только в третью высотку консьерж не пускает меня без разрешения хозяев. Здравствуйте. Доставка пиццы в 113-ю. Нет. Нет там никому. Эксперт по безопасности Михаил Гулак отмечает, внимательный консьерж предварительно спросит у хозяев, действительно ли они ждут гостей. Если консьерж правильно и, как говорится, сумлинно выполняет свои обовески, то, конечно же, целесообразно, чтобы такой сотрудник находился на своем посту. Специалисты по безопасности советуют время от времени проверять внимание консьержа в вашем доме, а не просто оплачивать его работу. Владислав Поливода, Дмитрий Данченко. Специально для телеканала Донбасс. В центре Покровска рушится мемориал воинам, погибшим во Второй мировой войне. С памятника осыпается мраморная плитка, обломки падают на аллею. Теперь там гулять опасно. Когда братскую могилу отреставрируют, узнавала Елена Успенская. Марина прогуливается с подругой по аллее, где расположен мемориал погибшим солдатам. Говорит, прийти сюда с маленькими детьми не рискнула. Памятник аварийный. С него осыпается плитка. Вокруг лежат обломки. Ну, упадет плита дальше. Что делать? Надо же, наверное, как-то бороться с этим. Конечно, боюсь. Вот с ребенком, если выйду, а если оно упадет на него, что дальше? Конечно, опасно. Надо же какие-то меры предпринимать. По словам местных жителей, мемориал начал разрушаться в прошлом году. Маргариту больше всего огорчать, что памятник, где похоронены освободители Покровска, не ремонтируют даже в преддверии 9 мая. Привозят, что он в таком состоянии плохом. Хотелось бы, чтобы его возобновили, чтобы красиво все было. Можно было и привести его в порядок. До 1995 года эта братская могила располагалась возле железнодорожного вокзала. После его реконструкции останки погибших перезахоронили в центре города. Тогда же здесь установили мемориал с именами воинов. Четверть века спустя памятник начал разрушаться. Коммунальщики собираются его подремонтировать на следующей неделе. До 9 мая обберется аварийный участок на мемориале. Таким образом, чтобы было безопасно для возложения цветов и проведения мероприятий. Памятник будет поддерживаться пока в таком состоянии до поведения реконструкции. Сделать полную реконструкцию памятника мэрия планирует в следующем году. Елена Успенская, Владимир Краснов, Телеканал Донбасс. Две улицы и три десятка домов. На карте Донецкой области это село называется Поросковиевка. Без магазинов, аптек и даже общественного транспорта. Там выживают чуть более 50 человек. Кирилюк – единственная семья с детьми. В забытое село переехали от безысходности. От Новомихайловки до Поросковиевки 4 километра разбитой дороги. По ней Наталья с детьми возвращаются из больницы. У кого есть машина, она машина. А вы как? Пешком, с коляской. В Новомихайловку ходить приходится часто. То за продуктами, то за лекарствами. В родном селе всего две улицы и 30 жилых домов. Магазинов и аптек тут не было даже до войны. Людей почти нету, детей тем более. Мы самые маленькие. И так ходят. В забытом населенном пункте Кирилюк поселились от безысходности. Их дом в Маринке оказался на линии огня. Летом попадала к соседям. Три деда ранила. Это недалеко от нас. И у нас в огороде падало 10 метров от хаты. Поэтому с детьми страшно. Это жилье осталось в наследство от бабушки. Его от ветхости пришлось спасать своими силами. Весь потолок в кухне лежал на полу. Потому что крыша протекала. Ну, естественно, из-за того, что все саманное, размокло, упало. Тут частично тоже попадало. Воды не было никакой. За питьевой надо ездить в Михаловку или в Константиновку. Техническую колодец сами выкопали. Несколько лет муж Натальи не мог найти работу. Выживали на социальные пособия и случайные подработки. Я огород перекопал, где что-то помогли восстановить. В Михаловке тоже попадали и не раз попадали. Помогал восстанавливать жилье. На урожай с огорода вся надежда. Но каждый сезон одна и та же проблема. Пасека на соседнем участке. Мы не просто страдаем, мы с этим мучаемся. Летом тепло, хорошо, на улицу не выйдешь. Гоняют, кусают. Скорую вызывали, кололи, противоаллергическое. Наталья переживает, что в этом году засадить огород полностью не получится. Но без продуктового запаса семья не останется. В село регулярно приезжают волонтеры гуманитарного штаба Рината Ахметова. С учетом того, что муж тут 4 года, дом в Маринке частично разрушен. Действительно, очень выручают. В течение 4 лет Ринат Леонидович нам очень помогал. Спасибо ему большое за это. Дома Наталья сразу планирует, что приготовит на обед. Решила, что сварит макароны из набора выживания. Жизнь вдали от дома угнетает. Но поддержка близких и небезразличных людей дает надежду на лучшее. Оксана Корчма, Евгений Якунин для телеканала Донбасс. Наш выпуск подошел к завершению. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!